Добрый день. То, что от Бога в комментариях не нуждается. Так вот, для здравомыслящих, адекватных моих друзей, их очень много, даже тех, кого я не знаю, украинцев и неукраинцев, я хочу прочесть стихотворение, которое написано одной украинской девушкой. Простите нас, родные россияне, пока еще вращается земля, мы, братьями, вам быть не перестанем. Нас предала не Родина моя, не люди, что на площадь выходили, пытаясь наболевшие сказать, а те, кто нашу Родину купили, купили, чтобы выгодно продать. Правители приходят и уходят, кого-то помнят долго и с добром, но ком он каждый президент выходит, как первый блин в моем краю родном. Нас ссорили с экранов и смеялись, что разругались братья в пух и прах, но верю, мы в душе людьми остались и понесем друг друга на руках, когда из нас кого-то ранят в спину. Не будем о гражданстве вспоминать, я верю, что не может Украина на братские народы наплевать. Простите нас, что вас не пропускаем на собственных границах, как врагов. Простите, что каналам доверяют, где нас считают всех за дураков. Показывают войны истерию и получают в долларах паек. Но нету Украины без России, как без ключа не нужен замок. Мы все одна семья. Пусть разругались, но ссоры ведь случаются в семье, и главное, чтобы мы людьми остались, а не зверьми, готовыми к войне. За земли, за туманные идеи, забыв о том, что детям нужен мир, я думать по-другому не умею. А мы для власти нашей просто тир. Хотят, на нас же армию направят, хотят, на воздух нам ведут налог, но разлюбить Россию не заставят, пока мы вместе, с нами вместе Бог. Может быть, кто-нибудь в своем фейсбуке или обращении как к обращению господина Спивака вспомнит и эти стихи. Продолжение следует...